МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск деловых новостей на канале ОТС открывает цифра дня. 341 миллиард рублей. Такую сумму собрали российские таможенные органы. Федеральный бюджет в апреле 2016 года. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Падение сборов внешней торговли объясняется снижением цен на нефть и сокращением импорта. В студии работает Борис Киргенеков. Здравствуйте. Сейчас познакомлю вас с последними новостями экономики нашего региона и страны в целом. Государственный долг Новосибирской области по состоянию на 1 мая сократился на 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный Минфин. Общая сумма составляет 43 миллиарда 300 миллионов рублей. Регион выплатил кредиты СМП банку, сократилась задолженность и перед Сбербанком. Долг Новосибирской области по гособлигациям также уменьшился в общей сложности на 750 миллионов рублей. Что касается задолженности по бюджетным кредитам, то она осталась неизменной на уровне 18 миллиардов рублей. В Новосибирской области почти 20 тысяч безработных, об этом сообщает региональное Министерство труда. Уровень безработицы в нашем регионе составляет почти полтора процента от экономически активного населения. Этот показатель гораздо ниже общероссийского. По данным Росстата уровень безработицы в стране 6 процентов. Сейчас на рынке труда открыты 27 тысяч вакансий. С начала года через центры занятости Новосибирской области трудоустроены 17 тысяч человек, а уволены 3 тысячи. Тем не менее, власти ведут активную работу по уменьшению количества безработных среди всех категорий граждан. О социальной интеграции и поиске работы для людей с ограниченными возможностями здоровья расскажет Игорь Шмидт, министр труда и занятости региона. Главным механизмом, с помощью которого оказывается влияние на увеличение возможностей для трудоустройства инвалидов, является прежде всего созданная система квадирования рабочих мест. На конец 2015 года было заквадировано у нас по области около 13 тысяч рабочих мест, на которых работают в настоящее время 7,5 тысяч граждан с инвалидностью. Основная наша задача – это, естественно, содействие в постоянном трудоустройстве. Кроме того, мы используем дополнительные инструменты для максимальной социализации граждан с инвалидностью и их адаптации на рынке труда. Это профориентация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Это содействие самостоятельной занятости, социальная адаптация и психологическая поддержка. Будьте осторожны. Кибермошенники воруют деньги по воздуху, списывая средства с кредитных карт россиян. Преступники орудуют в переполненном транспорте, на рынках и в магазинах. В России активно распространяется новый вид мошенничества. Кража с карт, оснащенных технологиями, бесконтактной оплатой Visa PayWave и MasterCard PayPass, сообщает известие. Карту прикладывают к терминалу, сумму списывают с пластика. За первый квартал этого года мошенники похитили у россиян больше миллиона рублей, воруют деньги с помощью самодельных считывателей. В переполненном транспорте на рынке в магазине списать деньги по воздуху нетрудно. Бесконтактное кибермошенничество пришло в Россию из Европы. Когда банки не дают, а деньги нужны, количество выданных микрозаймов увеличилось на треть, сообщает Центральный банк страны. Это происходит на фоне проблем в экономике, когда падает розничное кредитование. Хотя количество микрофинансовых организаций за прошлый год сократилось на 12%, они увеличили объем займов почти на треть. Всего было выдано 11 миллионов микрозаймов. Это на треть больше, чем годом ранее. Средний размер кредита – 10,5 тысяч рублей. Больше всего на 45% выросли займы до зарплаты. Сегмент кредитования бизнеса, наоборот, сократился на четверть. Бизнесмены не рискуют занимать под большие проценты. На фоне падения зарплат эксперты опасаются массовых дефолтов заемщиков. А если все-таки банк оформил заем, то деньги получить можно будет, не выходя из дома. Минкомсвязи работает над механизмом онлайн-кредитования. Суть проекта в том, что после одобрения заявки на кредит, которую клиент может подать через интернет-банк, средства будут зачислены на счет или карту. Посещать офис банка для получения кредита не потребуется. Сейчас подобную практику используют микрофинансовые организации. И банки тоже хотят получить это конкурентное преимущество. Однако некоторые эксперты считают, что при больших суммах кредитов онлайн-кредитование может оказаться довольно рискованно. Политика взаимных санкций привела к волне проверок бизнеса. Такому выводу пришел Борис Титов, бизнес-омбудсмен страны. Цитата дня в деловых новостях. Это вызвало волну проверок торговых предприятий со стороны широкого круга контрольно-надзорных органов. ФАС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратура и даже МЧС. Решение необходимо жестко прекратить нарастание количества проверок, принять все меры для снижения непроизводственных затрат торгового бизнеса на всевозможные административные и коррупционные поборы. Эти и ряд других предложений Титов описал в ежегодном доклане президенту страны. Это были деловые новости. К этому часу у меня все. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова